добрый вечер уважаемые друзья все кто нас сегодня смотрит все кто сегодня за нами следит так приятно иногда бы от неприятно за тобой следят есть такие моменты когда очень приятно за тобой следят чем ты занимаешься и потом вдруг где-то в аэропорту или это на какой-то остановке привет я знаю чем ты занимаешься как хорошо ходить во свете когда тебе нечего будет скрывать когда ты делаешь дела божьи и пусть это видит как написано так до свете цвет ваш перед людьми дабы люди видели ваши дела добрые дела и прославляли отца вашего небесного конечно это очень ответственно уважаемые друзья чтобы кто-то смотря на мои дела не проклинал бога благословлял бога вот на эту тему мы всерьез и работаем у меня знаете какая мысль возникла когда мы готовились к этому эфиру думаю когда вчера не было интернета когда не было сетей когда мы так редко встречались когда информационное поле оно было настолько минимальным это была одна крайность и вот когда мы живем сегодня в то время когда информационные потоки и лавины обрушиваются на нашу голову это проблему как бы обочина другая и я честно говоря даже не знаю какая беда больше когда недостаток информационный или когда избыток хотя мне кажется это равнозначные проблемы но что если ты знаешь кто ты что ты делаешь если ты знаешь перед богом свою площадку и свою миссию хоть недостаток информации он будет покрываться избытком твоего влияния хоть в избытке информации твой маяк обязательно кто-то увидит и засечет поэтому добрый вечер мы очень рады быть снова с вами и я открыт для общения и буду с огромным удовольствием отвечать на все накопившиеся вопросы думаю их много но только я попрошу вас пожалуйста чтобы один человек не задавал 45 вопросов но что всем остальным как бы ни времени возможности не будет такой вот у человека желание пообщаться и задать столько вопросов друзья здравствуйте на закадровый голос это я татьяна ваша ведущая и мы с алексеем сейчас пообщаемся перед тем как я смотрю вау 100 человек 99 человек уже нас смотрит друзья это так приятно я зачитаю чтобы мы понимали географию ты говорил про информационный вакуум или наоборот перед или засилие информации но только представь одновременно сейчас с нами днепр слушает привет днепр польша украина привет из мариуполя представляешь одесса северск дон . обл вы мне расскажите что это такое значит киев приглашает привет и зал из атланты тольятти павлоград о боже киев смотрят еще сша на смотри одновременно сейчас географическую карту что или глобус это наши наши зрители 120 человек нас сейчас друзья призываю вас поделиться этим эфиром вопросы интересные кстати помимо вопросов еще есть разные интересные новости с которыми мы хотели бы тоже поделиться и во-первых приветствую вас с южной кореи пастор алексей когда прилетите в корею можно ли вам должны тут церковь йонги чё с уважением женишь и алина ох спасибо одновременно вот сейчас бы всех увидеть где кто сидит а вы пишите какое время суток у вас сейчас потому что я смотрю здесь и красноярск и новосибирск перь и сеатал биск какие вы классные на сегодня сибирь сибирь как у вас дела мы слышали про какие-то пожары берегитесь не знаю чтобы с вами все было и даже сала спился с нами кто не знает это очень близкий небольшой городок с ригой лондон одесса харьков время при меня будут вы пишите пишите откуда вы время от времени я буду к вам обращаться ну давайте пока еще вы делитесь эфиром славянск здравствуйте александр акулов это наш вопрос мы начнем чуть чуть попозже ну давай пока собирается народ берете чай кофе там кто может быть ужинает кто завтракает тбилиси и кливленд огайо у вас 400 на самое время ланчтайм до вот как вы круто проведете свой ланчтайм в понедельник день легкий нелегкий порой тель-авив святая земля очень круто все леви пик пишет что у нас очень сильная невозможно слушать хорошо мы сейчас это проверим есть правда ли это говорят чтобы сильное эхо невозможно слушать а вы подтвердите в корее 12 часов ночи 11 минут у вас будет классный вечерний такой этот варшава напишите про звук если действительно это только у одного человека может быть вам нужно рестартнуть ваш девайс одесса в задесса прям смотрит нас друзья алексей ну давай вот парочку вступление такое расскажем о том чем живешь что такое яркое произошло кто следит кстати друзья кто регулярно следит за блогом алексей вот сейчас у нас может вывести наша строчка адрес и может кто еще не знает там ты ведешь летопись всех событий и вчера у нас был не авторский вечер авторский утренник расскажи про это что это было причины за формат такой кстати я услышал что смотрят нас из сиатла и должен сказать что эта программа авторская под названием изменение колеблемого мы эту программу представляли в сиатле только ты там был один соло я там был один да на самом деле это в чистом виде авторский вечер но тематика осталась той же и я должен сказать что это уникальная уникальный опыт когда ты вроде берешь одну и ту же концепцию и думаешь но это повтор но самое интересное что концепция изменение колеблемого это не просто тема одного вечера или одной проповеди я в блоге как раз этим и делился что из-за того что ты меняешься из-за того что меняется твое состояние твой взгляд на самого себя на окружающую жизнь и это меняет даже окраску глубину этого откровения изменения колеблемого и вчера была потрясающая программа я я сам был в восторге друзья те кто смотрит если вы вчера смотрели прямой эфир или может пересматривали напишите тоже в комментариях ваши впечатления потому что много просмотров пока ты отвечаешь люди пишут сколько у них время майами доброе утро 11 12 утра у кого-то ночь киевское время 18 20 мы с вами на одной волне в тольятти 19 20 кстати да звук хороший спасибо за за комментарии вау столько людей у нас сейчас смотрят пишут тысячи лайков вам благодарят за за ваше служение ну продолжаем я просто так в это внедряюсь тема она уникальная потому что то что колеблется она ведет погибели то что непоколебимо она ведет нас к победе и как же нам освободиться от колеб от этого колеблемого то что нас уже заколебало это что заколебало окружающих людей самое главное что бога не заколебало поэтому бог во избежание этого опыта я потрясу твою жизнь для того чтобы вытрясти из тебя вот это все компромиссное все это гнило и все это слабое и вместо этого дать непоколебимые фундаментальные убеждения конечно эта тема очень серьезно она очень глубокая и я благодарю бога что в последнее время на нашей площадке появляются столько неожиданных интересных игроков вчера было две две блондинки и 2 африканца это был какой-то капучино такой в квадрате и самое интересное я хочу отметить один очень важный фактор что здесь никто не говорил как получилось целение никто не грел как освободился от наркотиков я ничего против не имею против этой темы но если это всю жизнь говорить думаю что это будет перебор и вот вчера я был просто восхищен сестра свидетельствует о том что ей довелось или уже и как сказать судьба улыбнулась и она в ближайшее время становится директором региональной больницы это просто ключевые позиции которые занимает наша сестра из церкви в такое время как сейчас вторая сестра кристина она говорит я сегодня являюсь хозяйкой бутика в старой риге где производятся эти сувениры и так далее то есть в нынешнее экономическое кризисное время мы слышим свидетельство как люди освобождаясь от всяких вот таких компромиссных вещей добиваются успеха наши друзья из нигерии один из них представляете преподаватель в уральском университете где-то в екатеринбизнес информация и он является сегодня но уж в латвии это уникальные вещи и самсон который уже я думаю вы уже успели с ним познакомиться он рассказывал о том что тоже он из нигерии получил образование в москве и он кардиолог и сегодня он является одним из ведущих работников в онкологической клинике в юрмале до частная клиника особым подходом лечения наверное да и вот когда ты слушаешь ну господи наконец-то мы слышим истории успеха в такое кризисное время не нытье не какая-то религиозная ботва что вот кто-то так верит то не так покажи мне веру из дел твоих и я скажу кто ты и вчера было потрясающе конечно это свидетельство эти четыре истории но я рассказал пятую историю из евангелия и атмосфера сама была просто потрясающий и кто еще не смотрел пожалуйста не пожалеете но только не сейчас конечно после этого эфира и я гарантирую вам получите больше массу удовольствия пишут что некоторые смотрели и очень затронуло слово актуальнейшая и вдохновляющая биск с нами днепр с нами испания с нами у них 17 16 вечера в норильске 22 15 норильск это так далеко отсюда но так близко это так круто ох красноярск смотрит также как в калифорнии 8 15 веру ну вот такой ранняя пташка вам такой хороший надеюсь будет заряд на всю неделю и на весь день сегодняшний в америке смотрят уже шлют какие-то вопросы доброе утро атланта супер друзья подсоединяйтесь ставьте ваши лайки ставьте салтая биск бухты мой минск вау это потрясающе друзья еще раз я хочу рассказать про блог это именно там где вы можете смотреть всегда самую последнюю информацию того что происходит в риге у нас иногда приходит такие очень нью-джерзи из ваше нью-джерзи приходит такие интересные вопросы например я даже не помню кто написал алексей а когда когда выйдут какие-нибудь ваши новые песни например с тех пор как вы написали песню небеса друзья вся последняя информация про все творчество находится на именно ледяев . вот это и называется избыточное информационное пространство и в нем легко заблудить легко заблудить и давайте поставим якорь вот скажем на этом одном сайте что вы точно знали если вас интересует служение нового поколения служение алексея ледяева ольги вы всегда знаете куда зайти чтобы увидеть всю правдивую и финальную информацию плюс мы будем регулярно теперь выходить онлайн и многие вещи будем освещать чтобы спокейн украина еще раз и пишет мы молодцы чтобы вы знали все что происходит но я за что хочу по еще когда мы сейчас перед тем как перейдем на вопросы ты опубликовал недавно на своем блоге главу из книги которую ты написал совсем недавно с очень интересным названием сидейки . прогулка по лезвию ножа лично я прочла это этот материал и прослушала у меня вообще была аудиокнига live алексей лично нам зачитал ее всю но друзья знаете если писать книги то писать их такие потому что ну не секрет же очень много христианской литературы это просто от переписанные книги проповеди или проповеди то что вот они проповедовали написали в книгу и издают это может быть тоже хорошо бельгия привет но то что написал ты это по-настоящему книга как ты сам чувствуешь себя вот и вот ее завершил буквально этой неделе и кстати о той главы который ты опубликовал огромный был резонанс впервые было столько много комментариев друзья кто читал напишите тоже и все пишут и мы хотим продолжение мы хотим продолжение друзья презентация книги будет на 30-летие нового поколения в ноябре и вы приезжаете хотя бы просто за этой книгой получить личную подпись ну вот от пару слов от сети эту тему я давно уже не писал книг было время когда по молодости ну все что было и все остальное был потом был большой большой перерыв материала накопила сейчас очень много и конечно я уже как но в хорошем смысле и музыкальный фарисей что есть не терплю каких-то там вот таких мелочевых халтурных вот каких-то но банальных прописных музыкальных вещей и в литературе ну к сожалению я такой же фарисей потому что просто писать опять про 7 ключей 20 ступеней к успеху то что уже ну все это считано перечитано поэтому я подходил к написанию этой литературной миниатюры очень ответственно однажды просто начал читать пророка и ремию 3 главы 37 38 39 и знаете что такое откровение когда ты просто как будто фильм смотришь ты читаешь вот этот конфликт между царем сидеки и пророком иеремии царь сидеки в 20 лет стал президентом и в 30 он позорно закончил свою карьеру и ты когда просто по так вот ныряешь туда и смотришь как можно было натворить такое и круче я увидел не спой не делай спойлер я увидел изнутри эту картину в основании любого музыкального проекта или в основании любого откровения это конечно ката история из библии и когда ты начинаешь писать ты понимаешь что это не просто проповедь это не просто какой-то семинар а это на самом деле но 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 основа для фильма или основа для музыкального проекта и когда я всю эту историю это драма это трагедия я сначала думал о ком писать про о пророке иеремии или о царе сидеки но поскольку иеремии остался в живых ну конечно пришлось как бы название сконцентрировать на этом несчастном очень я не знаю мне очень жаль этого царя сидеки поэтому я обозначил этот труд или эту книгу царь сидеки а прогулка по лезвию ножа их непростые отношения с пророком иеремии царь который садил его в тюрьму царь который издевался над ним царь который ну просто глумился над ним регулярно приходил и спрашивал а если слова от гостей это настолько сегодня соответствует современной картине современного христианства что ты не просто знаете как привычно иеремия это ветхий завет сидеки это ветхи за но здесь бог открыл что это были образы для них а для нас это были ну как бы сказать очень важные принципы поэтому в этой книге я пытался соединить и как мне кажется я эту цель достиг события тех времен и современные события и у кого есть глаза тот это увидит у кого есть уши тот услышит книга потрясающе отвечаю это как откровение потому что когда ты по три часа по четыре часа садишься и пешки тебя это не отпускает я знаю что такое мучиться грызть ногти и вот еще одна мысль и я знаешь такую поток это когда он оттуда вот такая лавина и ты только успеваешь фиксировать каждая строчка каждая глава каждый тезис я думаю вы зацените читать легко я эту книгу материал давал самым разным людям знакомым и незнакомым и есть книги скучные есть книги интересные и от самых разных людей разных сословий я услышал что это конечно интересно современно актуально и очень вовремя так что друзья интрига в риге царь сидеки прогулка по лезвию ножа кстати хочу сказать что уже начался процесс творческий над производством этой книги и обложкой над обложкой кстати автор этой обложке пока не расскажем вслух по когда ее доделаем показать мы давай мы доделаем ну надо ее допилить кстати тоже нас сейчас может тебе огромный привет огромное спасибо мы восторге вы только сейчас это все рассматривали смотрели поэтому откроем эти карты вскоре и плюс еще один сюрприз что-то будет и аудиокнига но она будет больше знаете как моно спектакль что ли сам автор будет ее зачитывать это же уже творческие силы украины почему-то творческой украины музыкальное сопровождение музыкальное сопровождение и а и у нас художники украина вы благословенная страна а просто обалдеть спасибо вам за это поэтому друзья это по-настоящему будет огромный подарок опять же на тридцатилетие хочу сказать что это будет и обязательно сделаем презентацию этой книги и это но это потрясающе ну я читала и слушала тебя когда есть их я такой фанат все-таки художественной больше литературы но здесь нету не туда и не туда перекоса это какая-то такая очень необычная смесь сбалансированную кстати друзья вот кто и не знаю уже такие как говорится давнешь не христиане может быть вы помните такую книгу в артемеи вот она ой в артемеи бумеранг да вот это тоже был такой замес где вдруг тебе библию рассказывают через вот такую призму и ты понимаешь что ты реально и про тебя тоже поэтому друзья и сейчас мы перейдем к вопросам но заканчивая разговор про книги спасибо тем которые сразу после того как ты выложил главу отозвались и написали личные сообщения как мы можем поддержать этот проект друзья конечно это стоит денег и мы просим до поддержите наш проект по-настоящему поддержите нам нужна финансовая поддержка книги сидеки прогулка по лезвию ножа пишите в личку как вы это можете сделать да или просто вот сейчас вы увидите на экране как вы можете это будет это payment не вижу ссылку ну а да да payment . ng . лв здесь спокойно легко вы можете пожертвовать на эту книгу вложить свой вклад и обязательно пометьте в комментарии что это именно на на фонд книги ну что ж нас все больше и больше просто молиться господи ну когда же когда же вам откроют визу в украину и когда мы сможем лично скоро очень скоро мы приедем к вам друзья владимир иванов пишет и готов поддержать музыкальный проект владимир спасибо вам большое обязательно напишите мы обязательно с вами свяжемся как и что вы могли бы сделать это потрясающе спасибо за то что вы это пишете владимир подает чудесный пример просто быть очень редко просим на что-то даст на самом деле мы иногда производим впечатление что у нас деньги куры не клюют а у нас не куриц ни денег нету мы просто ведем себя так как самодостаточные люди и у людей возникает такое но впечатление что да там вообще завалом но я честно скажу что мы так всегда живем я не забуду тот пример когда приехал к нам это уже классика жанра но мы до сих пор так живем доктор лестер самрал это в начале 90 извините он через ригу летел в абакан к руслану белосевичу и но мы хлебосольные мы и шведов и американцев так угощали что шведы всегда говорили у нас швеции в магазинах все есть от у дома ничего нету у вас в магазинах ничего нету а дома у вас всегда все есть вот это вот это мы господи так вот когда лестер сам у нас ольга моя жена это темные 90 это жесть это когда это только-только мы только дышать начали с утра ольга едет на базар покупает рыбку покупает деликатесы там икру и эти самые как называется оливки то то что мы сами не ели и накрывает и перед служением доктор лестер самрал сидит да вы здесь так питаетесь что в сибири даже людям не снилось что вы едите здесь я стою думаю вот на тебе приехали так это вы так питаетесь доктор лестер самрал а не мы а после вас и мы тоже и и тогда он собрал деньги и говорит в служении на вы здесь так питаетесь что в сибири и не снилось все поворачиваться чем мы здесь питаемся и мы производили впечатление что мы ни в чем не нуждаемся и мы только как бы могли кому-то отдавать я не стрижусь такого имиджа но в то же время мы до сих пор производим такое впечатление но тем не менее это тридцатилетие это очень финансово емкий проект когда раньше мы расскажем попозже расскажем что будет на сцене происходить вы такого в жизни когда не видели и я не знаю вряд ли увидите это космический проект когда будет два музыкальных бэнда это будет до гамба в полном составе это будет наша сборная это будет музыкальный батл это будет это будет просто космический уровень ну вы понимаете что все это стоит деньги поэтому если отзывается у вас в сердце не только молиться но и вложить эту лепту мы будем благодарны вам за любую сумму с миру по нитке и нам проект бездна бездну призывает кстати музыкальный подарок в этот раз будет бездна бездну призывает это как ты назвал оратория оратория 30 друзья вот люди пишут помню бумеранг привет от духовных динозавров марина 94 года ваше влияние на мою жизнь и на мою семью три родственника покаялись на ваших проповедях в донецке вот если посчитать всех людей которые прошли через служение были благословлены хотя бы вот одним этим служением где покаялись родственники я думаю что для каждого из нас это благословение вложить в это и ох поверьте это будет тоже потрясающе еще пару слов хотел бы обратиться к тем кто сейчас вот выражает слова благодарности если вы думаете да что там моих 100 баксов или что там моих 50 евро там погоду сделать да поймите что если 100 человек по 50 баксов соберутся это уже будет ну ну я уже молчу про тысячи да да поэтому не стесняйтесь жертвовать кто сколько может будем благодарны за любой цент за любую копейку и да кстати кто то пишет о ждем прямой эфир проекта благословил пусть господь вас благословит надежда знаете даже эфир не то что даже эфир сам в таком качестве который мы делаем последние три года он конечно стоит нам усилий усилий профессионалов которые это все организовывают там такая кому-то техническое обеспечение естественно это это все это тоже мы хотим сделать шикарный эфир вот кто-то может у вас вы знаете точно что через телефон кто-то делает а мы вот не соглашаемся через все хотим делать а может быть кто-то понимает что ты я не приеду ну не смогу я приехать на конференцию на 30-летие но я могу вложить свою лепту для того чтобы сидеть дома в уютной атмосфере и смотреть шикарный эфир который будет несомненно я гарантирую такого не было еще ой круто а друзья столько кто-то пишет а это наш александр акулов и осторожнее кушать захотел он же очень смешно пошутил бы тот человек который писал про небеса годная после этой песни не писаем у интернет включили спасение нуждается молодежь швеции и вас приглашают на юг швеции молодежь нуждается в спасении светлана каспер вы просили тоже благословительный учитель мой помолитесь за меня и еще сейчас я листаю комментарии вы просили 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 вот вы говорили денис давыдов благословитель пожалуйста мой завтрашний день друзья пишите ваши молитвенные просьбы в конце мы обязательно будем если вы были и смотрели нас в прошлый раз и была молитва ответ какой-то за свидетельство это будет очень обязательно пишите да если произошло какое-то решение вашей ситуации это же так вдохновляет ну что ж давайте мы перейдем наверное к нашим вопросам по ходу дела будем комментировать то что вы так 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 о хорошие интересные всякие вопросы приходят ну что давайте я даже не знаю с чего начать ну ну про небеса я уже спросила такой простой вопрос илья павлов спрашивает чтобы вы посоветовали новой церкви который не принадлежит никакому братству и союзу вопрос понятен илья у меня встречный вопрос когда начинается церковь или начинается какое-то служение а служение различные это либо социальные проекты либо это революционные центра либо это церковь в том классическом смысле слова где есть учение священодействие и так далее в первую очередь разберитесь пожалуйста что лежит в основе этой церкви которая не принадлежит но окружающим церквам какие яркие сильные стороны у вас имеются если это социал на социальная работа свободы или возможности общественной организации исцеление для того чтобы стартовать успешно стартовать с площадки нашего служебного вопрос в чем нуждаются люди в этом городе вопрос номер два чтобы вы могли предложить этим людям с имеющимися проблемами какой сектор проблематики вы могли бы обслужить наилучшим образом если вы находите проблему с одной стороны с другой стороны вы видите ваши дары или ваши способности решить эту проблему то вот именно вот на этом участке вы будете максимально успешны если церковь говорит мы решаем все вопросы это значит на нее никто не обратит внимание если скажем какая-то общественная организация мы решаем абсолютно все проблемы социальные но это абсурд если мы говорим про медицинское обслуживание посмотрите чем уже специализация тем более востребованные специалисты если у тебя зуб болит ты же не приходишь просто к фельдшеру который и роды принимает и занимается там кожными болезнями а еще и зубы лечит поймите в мире уже давным-давно все проверено чем уже специализация тем выше профессиональная востребованность поэтому определите пожалуйста уважаемый илья со своей командой какой спектр услуг вы могли бы представить наилучшим образом для окружающих людей и тогда в рекламе вы могли бы уже этот спектр и озвучить поэтому я за практический подход я за конструктив есть проблема есть решение проблемы и чем эффективнее эти проблемы решаются тем больше будет ваше влияние и ваша популярность супер спасибо большое молитвенные просьбы тоже поступают семён юлия такой вопрос что алексей может сказать по поводу той песни которая взорвала интернет про налей-налей вы послушайте наш последний эфир алексей там высказался что с проектом партия священников в латвии спрашивает владимир федо щук ну так вы про песню или про партию ну давай про песню ты уже высказался да понимаете я еще раз вам хочу объяснить одну вещь что я музыкант и я ну очень серьезно и ответственно подхожу к творчеству во первых к самому посланию и во вторых к самому музыкальному формату но если говорить про текст ну детский сад но я скажу что это но лично если мое мнение я считаю что это это вообще продукт никуда не годный так такого не бывает папа налей даже в мире люди услышат папа наливает доченьки вообще офигеть извините за угрожение папа наливай доченьки еще налей написано и залью от духа а не налью вам еще куда-то в конце концов но давайте будем честными и давайте не будем попсовиками давайте не будем просто придумывать какие-то категории которых нет в библии это мое мнение а вдруг люди которые любят эту песню или те которые написали ее девчонка там приятная поет потрясающе видно сердце вдохнови их на еще более глубокое творчество не задаете вопрос мое отношение но тогда не спрашивайте мое отношение я говорю что я к этой песне отношусь категорически негативно еще не хватало чтобы у меня на сцене такое звучало послушайте наше творчество и вы поймете что то никаким боком вот эти вот вот эти песни придуманные они не клеются есть ребята есть творчество от духа святого а из творчества но от оригинального мышления я не против пойти если это вам помогает но но я никогда эту песню петь не буду вот и все круто хорошо кстати вот просмотра творчество заговорили потом перейдем к вопросу про партию а ну а вот почему просто в глобально вот чисто про музыку вообще или там да про любое творчество чисто глобально не только в церкви а вот почему такие простые ну даже интересные оригинальные тексты и песни так люди любят а вот какой-нибудь такое больше вдумчивое другое там не знаю творчество не так она популярна как ну почему такой вот хайпа нету на например что-нибудь более такой тяжелый вообще в мире ну поймите такую вещь что как я уже раньше любое творчество любое искусство поклонение или прославление потому что песни да претендует на часть прославление обслуживает откровение и у меня всегда вопрос какое откровение какое откровение обслуживает но данное произведение потому что должна быть взаимосвязь между генеральным откровением данной церкви и теми творческими опусами которые рождаются вот и все спроси как купить ну из налей папа хорошо эй нищета говорю до свидания и и и и дальше что и когда хочется я понимаю сейчас больше опять уже про христиан за а как бы а вот просто в общем вот верх и сердечко взрывало мир просто почему оп оп ла 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 и там все будет хорошо но не хочу быть сейчас твое просто мнение как и творческого человека почему вот это такая вот в хорошем смысле попса заходит людям чудесно чисто твое такое объективное мнение и перейдем люди благодарят за обоснованный ответ про предыдущие а вот чисто вот поймите почему люди идут на мумий тролля почему творчество в сравнении с верхней нет я понимаю но есть есть бейонса извините пожалуйста есть металлика есть серьезные стандарты но есть попса к сожалению толпа есть толпа так мой вопрос почему ну потому что мыслящих людей глубоко мыслящих людей и людей которые получают откровения их не так много к сожалению и ну билетристика или поверхностное творчество к сожалению оно гораздо больше популярно апостол павел пришел коринфскую церковь как я с вами не мог говорить как с духовными но что я начинаю говорить серьезные вещи а интеллектуал интеллектуалов зевота давит и и им скучно я сам по себе говорю что когда сегодня серьезными откровениями реформации ты приходишь в церкви они говорят о чем ты говоришь ты опять говоришь про куда полить да не про политику говорим мы а про наше существование в стране поэтому я считаю что не толпа должна диктовать нам что нам делать на сцене и какие там но пристрастия ну народ требует мы должны воспитывать в людях кардинальные серьезные глубокие откровения которые бы меняли наше мышление короче человек говорит да вы знаете наше творчество если все что рождается от бога она привлекательна она интересна и она меняет мир не всегда всегда стоит дилемма количество и качество нот попса вот любят люди эти песни вопрос что они делают меняют ли они жизнь или просто люди повеселились я считаю что реальное духовное творчество даже в мире вот и говоришь в мире есть духовная музыка в мире когда а люди энергетику чувствуют даже вот негативную языческую но там энергетика связана с духовным миром а не просто попса которая но развлекает людей я по натуре человек глубокий и я считаю что любое творчество должно быть связано с духовным миром и во время исполнения каких-то вещей должна какая-то энергетика или харизма проходить из глубин духовного мира ну в нашу вот нашу жизнь вот и все помнишь как говорил мудрый соломон всему свое время время повеселиться а по сути я думаю что если есть талант творческий то нужно стараться это углублять делать так чтобы она она по-настоящему приносила еще что-то поэтому друзья во всем баланс во всем баланс мы вернемся к вопросу который задали нам в youtube что про с проектом партии священника в латвии перед тем как ты будешь отвечать на вопрос хочу сейчас показать небольшой видеоролик да не ролик а часть как мы уже говорили кто смотрел наш прошлый эфир что в рамках подготовки к 30-летию снимается фильм новом поколении 30 это масштабный проект это проект будет подарком для каждого русской и не русскоязычного христианина который когда-то был затронут вот этой волной когда открылись границы и когда хлынуло вот это вот пробуждение который мы говорим все и вот мы его сейчас снимаем и также кстати у нас очень много этих уже уже вот были как они называются не гастроли командировки грядут они еще в в конце августа поэтому еще раз возвращаясь к тому что если вы хотите поддержать потому что этот фильм это отдельная статья расходов но он будет потрясающим будет про всех нас так вот один из гостей наших интервью это был наш друг андрис америкс который который вот сейчас посмотрим например кусочек из его интервью как он говорит и перейдем про партию который был в партии священников да да ну друзья подавайте посмотри я могу сказать если мы смотрим сегодняшнюю историю латвии то благодаря и первой партии и тем священникам которые были депутатами тогда еще я не шмидц был также депутатом то есть благодаря вот этим людьми и всей команды была изменена кон конститут или дополнена будем говорить точнее дополнена конституции латвии наше сатверсме в которой был дополнительно внесен пункт что семья это связь между мужчина и женщина значит сегодня по латвийской конституции да то есть семья может быть только это мужчина и женщина то есть нет другого толкование вот то есть термина семья сегодня желание разные другие законы принять но они не конституционные они ниже устарается там у разных сегодня то что европа проходит но вот результат вот то что мы хотим вот так то есть фундаментальные вещи да это отдельный пункт занесенные примерно но сейчас 10 лет назад 12 я сейчас точно не помню когда в конституции был занесен пункт что такое семья в латвии только что мы прослушали интервью кусочек из фильмов да 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 это один из во первых андрис америкс это вице-мэр города риги в прошлом и в настоящем он евро депутат он депутат в европарламенте он был одним из учредителей этой этого проекта партия священников я скажу вам что партия этот проект был доказательством того что откровение христианском правительстве это не фейк это не просто блажь это не просто какая-то ну идея кого-то а это на самом деле реальность когда политическая сила может состоять из священников разных церквей я скажу что за даже за этот один созыв 4 года эта партия могла осуществить так много вещей первое на самом высоком законодательном уровне при содружестве христианского сообщества мы могли защитить институт семьи моральные ценности евангельские и библейские на уровне конституции были внесены поправки на основании которых брак в латвии это союз между одним мужчиной и одной женщиной конечно не бы очень хотелось чтобы эта партия продолжала существовать до сегодняшнего дня но увы жизнь как жизнь за эти годы было много сделано прекрасно одна из величайших побед это то о чем только я только что сейчас сказал это поправки к закону кроме этого были парады семьи во время которых принимали участие и президент и мэр города и я считаю что это был как бы первая попытка войти в обитованную землю но даже у господа как бы вести свой народ в обитованную землю эта идея осуществилась со второй попытки и ну у нас была первая попытка что она тоже была неплохой и мы ждем когда у нас появятся предпосылки для того чтобы это осуществить второй раз вот такие дела хорошо все таки люди не отпускают темы сочетание слова отче это обращение к высшему духовному авторитету спрашивает Сергей Рязанов и никакого намека на фамильярность типа папа там нет что думаете пастор об этом я вот как раз возвращаясь вот к этой песне и как это знаете меня всегда коробит извините как взрослого человека папочка я сижу на коленках если у тебя будет откровение о том кто такой бог насколько он велик насколько он свят насколько он праведен насколько там все серьезно ни один ангел ни один представитель царства божьего он не позволяет себе такие такую фамильярность вы понимаете даже в слове божьем ты нигде не найдешь вот такой фамильярности папочка или чего или все остальное когда дух святой наполняет то дух святой говорит что во первых мы дети божьи во вторых он взывает а воочи что мы наследники и сонаследники христу поэтому я категорически против фамильярности и я знаю что в духе святом рождаются совсем другие формулировки рождаются совсем другие определения и другие дефиниции кто такой мой бог мой отец небесный блажен ты симон сын ионин потому что не плоть и кровь тебе открыли но отец мой сущий на небесах и тут на этом фоне папа еще налей я считаю что это ну детство я не говорю там что там я просто считаю это отсутствие глубоких откровений они просто как бы рождают эту фамильярность и вот какую-то простую религиозную форму взаимоотношений на самом деле все иначе хорошо а потому что это сейчас такая популярная такая волна есть и люди очень часто так говорят поэтому хорошего спасибо за твое мнение я думаю да здесь больше наверное про возраст идет про возраст да и всему и детству тоже должен быть предел парадокс заключается что ребенок просит папу налить это тоже не соответственно я умоляю хорошо смотри ну вот давай вот раз мы стали говорить а вот о таких понятиях которые очень распространены вот такие у нас есть два вопроса мы обещали и нашему совопроснику сейчас где он акуловым господину он спрашивал про я следующее прочитаю или или давай я давай я прочитаю сейчас митя максименко спрашивал пастор алексей приветствую вас хотелось бы узнать ваше мнение по поводу духа радости и то как сейчас это преподносится дух святой пьют разливают и так далее есть уже целое движение в россии называемые речи речниками можете как-то прокомментировать данное явление большое спасибо кстати человек один из речников таких больших у нас был в гостях недавно как родни браун митя да а вопрос задавал а как полное имя митя митя митрофан митя от отзовитесь как вас величать ну господин максименко или максименко ну господин максименко послушайте когда я слышу вот такие вот песни когда я слышу вот это напьемся духа святого или ну как бы ну или прочие какие то такие примитивные обозначения священодействия мне всегда хочется спросить а для чего это нужно нужно дух святой был послан на землю не для того чтобы мы кувыркались и радовались на земле вы примите силу когда сойдет на вас дух святой и вы не будете кувыркаться от радости а вы будете свидетелями мне в Иерусалиме иудеи и даже до края земли дальше когда дух святой сошел в евангелии и если мы читаем в деяниях апостолов ну давайте снимем розовые очки и вот эти религиозные представления о том что люди делают но давайте посмотрим что в евангелии происходило и постараемся то что в евангелии происходило перенести в нашу жизнь это будет христианство это будет реальный дух святой извините день пятидесятниц кто к нам кувыркался там так сильно дух святой сошел что нам еще не снилось этого однако никто не радовался не прыгал ничего там пришел огонь первое второе они начали пророчествовать я хочу спросить уважаемые речники или тех кто поддерживает это движение главный признак крещения духом святым плюс сотрудничество с духом святым это доступ к секретной информации царства божьего под названием пророческое помазание да дух святой дан нам только для того чтобы мы полноценно служили нашему богу а что ты я не против этой радости я не против того что ты в интимных условиях с богом переживаешь когда ты в своей комнате вы знаете это это на лгбт немного похоже извините пожалуйста когда они свою сексуальную ориентацию выносят на улице и говорят мы геи мы вот так вот занимаемся ну ты сравнил а почему нет а почему мы должны свои интимные отношения с богом демонстрировать публично ну посмотри а если вернуться сколько было таких служений когда все плакали там каялись и все публично вот у нас на конференции это нельзя в систему превращать то же самое изгнание бесов публично это разве не что-то личное а сколько у нас было таких конференций где эти просто все поголовно освобождались мадобука всех этим как его полотенцем это же тоже достаточно лично интимное проявление вот это вот а почему это так объясняю сейчас почему я даже сравнил я никого оскорблять не буду я считаю что есть вот какая-то интимная духовная жизнь и есть публичное служение вы когда-нибудь у Йонгичо у которого самая крупная церковь в мире видали на служение такое никогда этого не бывает если вы хотите перед Богом исповедоваться во грехах исполняться святым духом освобождаться ну есть для этого какая-то ну другая сфера нашего служения а популяризировать или просто приводить в систему это не нормально я абсолютно убежден на каждом служении ржать это ненормально потому что вы даже в Евангелии не найдете двух одинаковых служений в одних случаях Иисус учил в других исцелял в третьих изгонял бесов но нельзя какое-то одно служение превратить в систему и просто говорить вот это и есть наше служение потому что если к крестникам вернуться у нас недавно был Ховард Родни Браун если говорить родоначальник этого и я хочу объяснить сейчас всем речникам почему возникло это служение и когда Родни Браун рассказал что у него доченька была любимая доченька и когда в восемнадцать лет она была больной и она умерла на у него на коленях в рождественское утро он говорит это была такая трагедия это была такая пустота это был у меня в жизни такой вакуум когда восемнадцать лет любимая дочь и она уходит в Рождество в то время когда казалось бы Бог нам должен сделать подарок и говорит именно в тот момент Господь дал мне вот эту реку радости чтобы заполнить эту пустоту и я выжил когда я вот реку радости рассматрив в позиции как исцеление заполнение этого вакуума заполнение этой боли и страдания я это понимаю но когда человек не проходил ничего подобного даже доли и просто это ржак давайте повеселимся я считаю что это религия нельзя какую-то часть Евангелия превращать в религию знаете чем это чревато Библия говорит вчера когда ядовитые змеи вползали в шатры Господь сказал Моисею но это фрагмент служения все возьми и медного змея поставь на этом большом шесте и кто будет с верою смотреть на этого медного змея тот будет получать исцеление проходили люди смотрели получали исцеление прошел сезон а нам так хочется это увековечить и что они делали они берут этого медного змея и говорят а что разве не Бог нам это сказал Бог а разве вчера не исцелялись эти люди смотря на медного змея исцелялись а почему мы должны убирать и они увековечили это то что сейчас река радости а что мы не ржали а что это не Бог конечно Бог но самое главное чтобы это не превратилось вот в этого медного змея которого люди превратили выдала и назвали его нехуштан и потом еще и имя дали а что это значит нехуштан а вот и Орана спроси он тебе расскажет что такое и люди поклоняются Оран кстати нас смотрит Оран что такое значит напишите я расскажу мысль до конца чтобы мысль до конца поняли что нельзя нельзя в религию превращать какой-то фрагмент Евангелия потому что сам Господь потом возревновал вышел и говорит я уничтожу то что я лично создал и вы знаете эту историю Бог явился поднял царя и сказал убери этого идола поэтому мы не имеем права превращать в идола изгнание бесов мы не должны в идола превращать река радости мы не должны в идола превращать какой-то вот этот вот какой-то фрагмент полноценной Евангелии чтобы мир окружающий видя нас пошел за нами а если ты кувыркаешься придет люди скажут чокнутые и все считают Дух Святой он источник мудрости вдохновения научных откровений сбалансированного цивилизованного служения который призван для того чтобы возродить Царство Божие на этой земле но никак не превращать церковь в цирк хорошо вот кстати как раз вопрос на эту тему раз у нас уже в эту сторону пошла наша сегодняшняя такая линия Александр Акулов прочитаем ваш вопрос как бороться с вездесущей религией особенно когда она харизматическая это вот как раз о чем мы говорим как работать с людьми для которых харизматический опыт превратился в традицию и обряд человек кричит тараторит языками танцует ведет себя эмоционально но по плодам в жизни по необрезанному годами характеру я понимаю что весь этот харизматический опыт религия и не более того форма без содержания как познакомить такого человека с Богом спасибо ну вот я думаю тут даже главный вопрос как с этим бороться Александр вот прежде чем ты им задал вопрос я ну как бы я уже телепат прямо тебя чувствую пророк и прямо вот вот тебе ответил это самое отвратительное самое отвратительное религии это харизматическая религия самая отвратительная религия это то что сегодня на харизматических площадках на сцене выходят люди одинаковые движения делают одинаково глаза закрывают одинаковые фразы какие-то говорят а помазания нет это самое отвратительное мы должны вернуться к честности мы должны вернуться к искренности мы должны вернуться к тому Ну, чтобы назвать вещи своими именами, во-первых, если речь идет о служении, а вот это то, что вы сейчас вахханалию вот эту обозначили, вот эти эмоциональные там какие-то, ну, вот эти переживания, это не есть служение, это ваш опыт, занимайтесь где угодно и с кем угодно. В церковь должна слышать здравое учение, раз. Написано, что вникай в себя и в учение, и занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, себя спасешь из слушающих тебя. Когда учения нет, а есть эмоции, это уже дурдом, извините за выражение. Мало ли кто что чувствует. Какое учение в данной церкви? Проблема, знаете, даже не в том, что харизматические вот эти фокусы и вот это вот, вот эти вот, то, о чем мы сейчас говорили, происходит. Мы ушли от учения, мы должны вернуться к учению. Что такое вера? Что такое обрезание? Что такое послушание Святому Духу? Что такое евангелизация? Что такое Царство Божье? Когда вернется учение, тогда это безобразие харизматическое закончится. Ну вот смотри, ты говоришь, учение. Сегодня, этих учений сегодня сколько много? Ну буквально, вот ты включаешь Фейсбук, и каждый вещает, и каждый вещает свое учение. Секундочку. Где здесь, как сказать, кто здесь судья, какое учение верное, какое нет? Вот практически. Я практически. Если мы говорим про новое поколение, у нас есть учение. Если вы говорите про Хилсанг, там есть учение. Если вы говорите про целесообразную, какую-то христианскую церковь, которая годами имеет успех и движение, там есть учение. Если человек с нуля, не надо человеку нейтральному искать какие-то учения, найди церковь. И по плодам этой церкви, пожалуйста, определи, есть вера или нет. Потому что сейчас учение пренебрегается. Сейчас учение не в почете. Сейчас анархия. Ты пастору ничего не должен, ты церкви ничего не должен. Церковь перемалывает людей. Ты должен только Бога любить и все остальное. Чушь полная. Бог через Иисуса Христа создал церковь. Он сказал, я создал, создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Индивидуальные отношения с Богом это одно, а церковь другое. Читаем Деяния апостолов. Господь прилагал спасаемых к церкви. И в Деяниях апостолов там не написано об этом безобразии. В Азии каждый, что хотел, то и делал, что они пребывали в учении апостолов. Поэтому сегодняшняя анархия, которая процветает на нашем пространстве, к сожалению, это очень большая проблема. Я считаю, нам нужно вернуться к корням. Если у вас нет учения, приходите в новое поколение, и мы познакомим вас с этим. Да, вот так вот здесь люди смотрят, очень активно реагируют. Я вижу очень много людей из Украины, из США. Друзья, пишите ваши еще вопросы какие-то и ваши отзывы. И делитесь эфиром. 216 человек сейчас вместе с нами. Вот такой вопрос, скажем, немножечко в другом ракурсе. Про выгорание. Вот есть же такое понятие, когда выгорание. Маргарита спрашивает. Александр Шевченко эту тему поднимал на последнем саммите, я слышал. Александр Шевченко, если вы нас смотрите, вы тоже можете прокомментировать это. Маргарита спрашивает. Выгорание. Как не потерять энтузиазм, бодрость духа, доброе отношение к людям? Вот так. Как? Трудно. Вот как. Она работает в школе с детьми от 12 до 19 лет. Ох, какой у вас там горячий возраст детей. В секрете успеха много подводных камней, а венчает не начало, а конец. Хотелось бы дойти до цели достойно. Что посоветуете для сохранения духовной формы? Такое вот, я думаю, что каждый, кто нас смотрит, знакомо это. Может, тебе точно за 30 лет такое было? А вот... Посоветуй. Вот, может быть, кому-то этот ответ не понравится, но я честен и по отношению к себе, и по отношению к Богу. Я не знаю, что такое выгорание. Мне 63 года. В служении церковь праздновать будет 30 лет. Когда вы про выгорание говорите, я не знаю, что это такое. Когда говорится, в Боге разочарование, я не знаю, что такое разочараться в Боге. Я не знаю, что это за опыт. Если ты с Богом реальное отношение имеешь, ты даже с Ним там вот и выясняешь разные отношения. Но сказать так, что вот я встал утром, и я перегорел, и в людях разочаровался, честно говоря, такого опыта я не знаю. Это милость Божья. Это просто мне крупно повезло. Наверное, потому, что за меня молились люди до моего родителей, до моего рождения и так далее. Ну, объясняю, что на самом деле люди делятся на разные уровни и разные категории по отношению к Богу. Давайте признаем, что есть люди, которые находятся ближе к Богу. Есть люди, которые находятся дальше от Бога. Есть люди, которые конфликтуют с Богом. А есть люди, которые хулиганят среди даже рая, но они с Богом честны. Честность, да? А есть люди самоправедные между людьми, но они хулиганят перед Богом. А Бог говорит, я с искренним поступаю искренно, с чистым чисто. А с лукавым я поступаю по лукавству Его. Мне кажется, выгорание – это кризис взаимоотношений с Богом. И вопрос, а по какой причине? Не потому, что там есть успех или нет. Это все ерунда. Да, даже если нет успеха, ты просто открываешь уста и говоришь Богу, что ты просто в нем нуждаешься. И ты чувствуешь, что Дух Святой тебя обнимает в самых отчаянных обстоятельствах. У меня вопрос, у апостола Павла было выгорание или нет? Никогда не было. Ну, разочарование. Ну, не как усталость, можно сказать. Нет, усталость – это другое. Выгорание, ну, насколько я понимаю, это что-то граничащее с разочарованием, перегорел, энтузиазма нету. Ну, а послушай, а тот великий муж Божий, который разбил скрижали, ты еще хорошую песню написал про это. Это не выгорание. А вот это что? Не знаю, я не знаю, что товарищи подразумевают под словом «выгорание», но, по-моему, для меня лично слово «выгорание» – это просто кризис отношений с Богом. Не то, что называем непонимание, не то, что непонимаем несовпадение обстоятельств, а это когда я перегорел. Все, не хочу жить, не хочу служить, не хочу ничего делать. А вот с человеком такое случилось, вот нас смотрит много людей сейчас, вот он сидит, слушает себя и думает, ну, я вот, не то, что я выгорел, а еще я слушаю Алексея и понимаю, что, так я вообще еще какой, какой же я лох, что я выгорел, все, на мне крест. А вот выгорел человек, что-то ему. Я вот это слово до конца не понимаю «выгорел». Объясните мне, ну, пожалуйста, объясните мне, что такое «выгорел». Загорел, я знаю, он, мадабука, так загорел, что никто из нас так не загорел. А что такое «выгорел»? Это что такое «выгорел»? Ну, разъясните, потому что для меня это одно, для тебя это для другое. Усталость – это не выгорел. Ну, давай тогда конечный вопрос. Ну, давайте. Она спросила, что посоветуете для сохранения духовной формы? Вот для нее, наверное, это потерять духовную форму. Маргарита, когда выгорает или сгорает, или, ну, как фитиль перегорает, ну, тогда туда заливают новое масло, чтобы он снова горел. Если уж, ну, я уже опускаюсь на самое уже, ну, вот такую… Конечно, ну, Иисус тоже… Вот на такой уровень перегорела, да налей туда масло. Или приди к тому, у кого это масло есть. Я считаю, с кем общаешься, вот того и набираешься. Постарайся, Маргарита, дружить с теми людьми, которые по жизни свои энтузиасты, которые по жизни свои позитивны, которые по жизни свои люди развития. Мне кажется, вот смотрите, я делюсь из своего опыта. Чем я живу? Убери сейчас из моей жизни откровения. Убери сейчас из моей жизни вот эти проекты, которые от Бога приходят. Убери сейчас вот этот вот творческий потенциал, который мне дал Бог. Я не то что сказал, я ушел бы вообще из церкви, я ушел бы из христианства. Вопрос, что тебя с Богом связывает? Ведь иногда сам человек себе проблемы создает. Бог говорит, я-то тебя продолжаю любить, я продолжаю тебя хранить, я продолжаю тебя держать в руках. А ты сам себе придумал проблемы. Иногда человек тянет не ту лямку. Ну ты просто сел в чужие сани и перегорел, перекурил не там и перегорел. Или ввязался не в ту компанию, стадный признак, все туда и я туда. Ну что-то не получилось. Я уверен, друзья. Извини, пока ты говоришь, здесь вот люди начинают делиться, что это, скорее всего, опустошение, что это, скорее всего, значит, значит, сейчас где-то ты говорил, Павел Зайцев, привет, эмоциональное истощение, выгорание. Ну вот, я думаю, что мы понимаем, о чем мы говорим. Очень хороший практический совет даешь. Спасибо большое, люди благодарят за то, что мы вообще затронули эту тему. Друзья, видите, как здорово общаться. Конечно. Ну продолжи мысль, извини, я тебя. Я просто советовал бы в данном случае с Богом договориться, определить. Я убежден, что до тех пор, пока я нахожусь на своей площадке, вот я, например, творческий человек, меня это вдохновляет. И вдохновляет гораздо больше даже иногда, чем служение. Служение, это тоже интересно, но, вы понимаете, есть корневище, есть какая-то природа, есть процесс, есть процесс, творческий процесс, это что-то, какая-то магия или, не знаю, какое-то сверхъестественное. Когда я на сцене и рождается, вот сейчас бездна-бездну призывает, ни разу эту песню еще не пели, я услышал в духе мелодию, я услышал инструменты. И для меня смысл из невидимого взять этот, как бы сказать, проект, эту музыку, эту песню и осуществить ее в жизни. И до тех пор, пока я нахожусь вот на этой творческой площадке, где я имею способность слышать духовный мир и осуществлять это в мире, я живу, у меня расцветает все. Когда рутина вокруг, это страшно. Поэтому рецепт номер один, уважаемые друзья, милые братья и милые сестры, найдите, пожалуйста, свою площадку, свое место под солнцем. В чужой компании вы не только выгорите, вы сдохнете там, вы просто вас похоронят и все, даже фамилии не спросят. Найдите свое место, где вы чувствуете себя комфортно, где вы в гармонии с собой, где вы чувствуете, ну, как бы гармонию с Богом, творчество. И это будет очень круто. И кто перегорел, идите сюда, чуть-чуть подзаряжу вас. Спасибо, Алексей, за такой классный ответ. Я уверена, что однажды служение закончится, а творчество никогда. Вы правы. Да. А ты, кстати, очень часто говорил эту фразу, что служение мое спасет меня. Я еще помню, с детства это слышала. Потом, лично, например, у меня, вот если вы слушаете, у вас похожее было, то же, ну, маякните как-то. Потом я стала, потому что раньше было в голове, что служение только в церкви. То, что ты делаешь только в церкви. Здрасте. А я поняла, дело твое спасет тебя. Конечно, да, оно тебе Богом, основанное на таланте, но именно оно тебя и будет держать на голову. А разве творчество это не служение? Естественно. Так это основа служения. Вон, вчера был авторский вечер, и, смотрите, выучить наизусть эту 12 лет спустя, разве это не проповедь? 63 года, так можно память иметь колоссальную. Я могу даже прочитать. Давай, а давай прочитаем, так разрядимся пока про творчество, пока люди еще задают вопросы. Давайте, такая будет сейчас творческая пауза, вы согласны, друзья? Давайте. Когда ты творишь, когда... Смотрите, как у него зажгли глаза. Так вот, о чем речь идет, вот этот, как бы сказать, источник твоей энергии, источник твоего вдохновения, вдохновение дает жизнь. Вот и все. Я не хочу прожить чужую жизнь и спить чужую чашу, да чтоб там не было, хоть радуйся, хоть злись, не променяя судьбу свою на вашу. Я не хочу поддакивать глупцам, советом, чужим советом рыть свою могилу, а по ночам грустить, как Авраам, держа в руках чужого Измаила. Своя рубашка ближе к телу, своя жена роднее, своя постель теплей. Храни свое, чтоб не перегорела, спасая мир, не повреди душе своей. Я не хочу быть жертвой в чьих-то драках, мне не нужны чужие ордена, чужие роли в дорогих спектаклях, победа чья-то или чья вина. Греться не желаю у чужих костров, учителя предать и извиняться робко, и первородство продавать свое за чечевичную похлебку. Внутри знакомый голос слышу снова, я возлюбил тебя, дитя мое. Прошу тебя, не пожелай чужого, в благоговении возлюби свое. И даже если у соседа трава зеленеет, жена его красавица, ноги от ушей, и дом его повыше, и побольше этажей, завидовать не стоит. Это гниль для костей, как вожделенный плод среди эдемских аллей, а огороды за забором вроде минных полей. Держись я в руках, чти закон заповедей. Кто ограду разрушает, того ужалит змей. Внутри знакомый голос слышу снова, я возлюбил тебя, дитя мое. Прошу тебя, не пожелай чужого. В благоговении возлюби свое, и тогда никогда не выгоришь и не перегоришь. Наша студия аплодирует стоя практически. У нас сегодня публика, вы потрясающие сегодня. Сегодня у них такие там интересные и разговоры идут, и вопросы очень разные, интересные. Ну давай вот такой зададим вопрос. Он как бы звучит, конечно, немножко посмешно, ну как, юморно, но вот просто интересно твое вот это. Дмитро Галичи пишет. «Вы согласны с тем, что мы приходим в церковь, будучи грешными, являясь овцами, в процессе трансформируемся в невесту, познавая Христа и учения, после рождаясь с сыновьями и дочерями отца, ведь отношения с животными не соответствуют по определению венца?» Он почти, извините мне, овца-венца. Стихами вдохновился, Дмитро. Ну вот как ты понял вопрос? Ой, Дмитро. Терминология, здесь вопрос терминологии, наверное. Вопрос терминологии. Образности или? Здесь, я думаю, не стоит, ну, крошить все в один котел. То, что мы овцы, паства его, ну, много же разных терминологий обозначается. Конечно, это одно. Если Христос даже себя называет «Ясим пастырь добрый», он же не является женихом овец. Ну, давайте, если про овец... Такой фильм Ларса Фронтриера, да? Да. Если про овец, давайте тогда говорим про пастуха. То есть по отношению к пастырю Иисусу Христу мы овцы. И написано «Овцы мои слышат голос мой». То есть давайте здесь не путать разные концепции. Вот есть одна концепция. «Господь пастырь мой» и «Народ его» — это овцы, паства его. И там целая концепция, но чтобы рассмотреть взаимоотношения добрые, здесь в данном случае так. Вторая концепция — это как раз то, о чем вы говорите про жениха и невесту. Конечно, ну, Дмитро, я тоже разделяю твои сомнения, но мне, как мужику, конечно, трудно представить себя невестой. Женщинам-то все понятно. И когда ты говоришь «Брат Дмитро, ты невеста, ты в курсе?» Ну, конечно, «Брат Дмитро» в наше нелегкое время последнее, ну, тушуется, особенно когда здесь гендерные всякие там эксперименты происходят. Для меня это тоже непонятно. Пастор Алексей на самом деле не пастор, а невеста. Помнишь, когда Иисус Христос ходил с учениками, а какие-то специалисты пришли и говорят, «А вот ученики Иоанновы, они постятся и молятся, а твои ученики вообще не постятся». И представляешь себе, Дмитро, послушай, сколько парадоксов в Евангелии. Мужское сообщество, двенадцать учеников. Стоит Господь, Иисус Христос и говорит, «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, доколе с ними жених?» Да как? Двенадцать мужиков и жених ходит здесь. Ну, опять же, мы же не будем сейчас сломать, ну, как бы голову и говорить, а как здесь? Мы понимаем, что концепция, что тело Христа, здесь еще одна концепция, смотри, Дмитро, чтобы я помню, и здесь мешать не стоит, овцы и пастырь, это одно кино, все, отодвинули. Второе, церковь – это тело Христа, а Иисус Христос – это голова, то есть это другая концепция, путать нельзя, что мы члены тела Христова, в данном случае, а он является голова. Это другая концепция, и поэтому здесь взаимоскрепляемые связи и так далее, это уже вторая концепция. Третья концепция, что будет брак Агнца со своей церковью, у которой не будет пятна и порока, это когда все возьмутся с земли, и когда совокупность всех спасенных и искупленных людей, в целом церковь, она будет как невеста. Хотя евреи говорят, Орен меня слушает, да, что говорят, нет, церковь не будет невестой, это Израиль будет невестой. Короче, выясним, Орен, вот поживем, увидим. Так вот, это третья, третья концепция, когда Христос будет жених, а его церковь – невеста. Видишь как, а мы овцы, овец с невестой, здесь они не пересекаются. По крайней мере, я вижу здесь три разных дефиниции, три разных концепции. Поэтому мы и те овцы, слышишь голос своего пастыря, второе, мы члены тела Христова, и в то же время, в совокупности, все вместе взятые, искупленные и праведные люди, это все вместе мы являемся его невестой. Ну, где-то так я вижу. Супер, спасибо. Думаю, что вам было интересно это слушать. Сергей Сиваков говорит, что ему скучно. Хорошо. Вадим Еремин, я уже просто не прочитала вслух, он говорит, почему эта девочка за экраном тыкает пастору Алексею. Я ему ответила, что это твоя дочь. Он говорит, и он сейчас опять написал, дочка пусть дома тыкает, а на публике пусть соблюдает этикет. Я же не называю его Леха Брателла. Давай вот сейчас на публике договоримся, тебя это обижает, что я говорю на «ты». Как? Что, ну не на «вы» сейчас. Ты же моя дочь. Ну вот, видите, Вадим, Алексею все в порядке, как я его называю. Вы уж не обессудьте нас. Короче, такой вопрос очень… Нет, ты можешь тогда назвать «Ваше Преосвященство». Да, отец, вы можете ответить еще на следующий вопрос? Андрей Топал задает, такой, как сказать, лаконично задал, а тема интересная. Нужно ли бояться Бога? В чем суть этого особенного страха? Андрей, хороший вопрос. В Боге нет страха? Ну вот это интересная тема. Я очень хорошо вас понимаю. Нужно ли бояться Бога? Конечно, нужно. Дело в том, что есть такое, опять же, понятие. Страх человеческий и страх Господень. Если говорить о моих отношениях с Богом, чего я должен бояться? Я должен бояться испортить отношения с Богом. Я не то, что боюсь его, как тирана. Я не то, что боюсь его, как диктатора. То есть боюсь попасть под горячую руку. Я этого не боюсь. Я боюсь испортить с ним хорошие отношения. И вот именно это и есть страх Господень. Как написано, неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Поэтому, а ты и я, и каждый из нас знает, что Богу нравится, а что Богу не нравится. Потому что в нашей жизни Господь не раз хмурился, смотря на некоторые наши поступки. И я думаю, что опыт жизни уже подсказывает, что когда Господь на малое время нас оставлял, мы вспоминаем, что это было за чудовищное время. И поэтому в следующий раз мы будем ценить вот этой Божьей благодатью и Его добрыми отношениями. Поэтому в этом плане никакого негативного смысла в фразе «бояться Господа» я не вижу. Спасибо. Надеюсь, что вы получили ответ. Вопрос такой задавали. Марко Прикс. Какова целевая группа церкви «Новое поколение»? Группа, он, наверное, имел в виду и целевая аудитория церкви «Новое поколение». Люди? Я не понимаю этого вопроса, потому что… Ну давайте, Марк, если вы смотрите… Марк, смотрите. Я просто расскажу сейчас, расшифрую, постараюсь расшифровать эту фразу. Первое. На сегодняшний день в движении «Новое поколение» порядка 480 церквей, а может уже 500 церквей. Эти церкви находятся в Украине, в Белоруссии, в России, в Армении, в Германии, в Америке. Про какую целевую аудиторию речь идет? В одних церквах приходят наркоманы и освобождаются, и они получают исцеление, получают образование и так далее. В другие церкви, вот только что сейчас, мы говорили вчера, был авторская программа «Успешные бизнесмены, люди, которые занимают ключевые позиции в обществе». Это другая целевая аудитория. Третий, вот Михаил Дорбинян, это Дальний Восток, у него целевая аудитория – это педагоги, это юристы, это врачи, это люди, которые работают в государственных институтах власти. Я считаю, что если говорить про целевую аудиторию, это многогранная, многоразличная и, думаю, полиэтническая, поликультурная или даже полирелигиозная публика. Тут зачитаю обратным числом. Инна, такой комментарий дает и вопрос про брак с агнцем. Будет брак с невестой, а там написано еще, что гости будут, а это, по-вашему, кто? Ну, это те, которые около церкви ходили. На ней не будут? Да, которые как головня из огня спасутся, которые по милости Божьей придут. Вот и все, обязательно будут около церковной люди. Хорошо. Вадим Еремин, я с тобой счета свожу. Татьяна Алексеевна, большое спасибо за полный и развернутый ответ. Можете и дальше называть пастора на «ты». Спасибо вам большое за такое разрешение. Я теперь буду с наслаждением говорить, ты, Алексей, ведешь крутой эфир. Друзья, пишите ваши комментарии, как вам нравится наш эфир и что бы вы хотели еще спросить. Так-так-так, вопрос. Вот сейчас прочитаю, возвращаемся к песне. Мы сегодня так кругами. Уважаемый пастор Алексей, насчет песни. Мне кажется, это по 22-му псалму. Написано, что чаша моя преисполнена, поэтому налей. Ответьте, пожалуйста, если в служение приходят люди из других церквей и начинают учить тому, как учат в их служении, прямо посредине проповеди. Можно, конечно, выгнать. Но как бы вы поступили? Благодарю за ответ. Сара Вебер спрашивает. Я так поняла, что когда, ну, типа, в чужой монастырь со своим или как? Совершенно согласен. Если ты пришел в православную церковь, попробуй там что-то поменять. Попробуй какому-нибудь попут сказать, а что вы здесь свечи жжете? Они эту свечку могут засунуть в одно место, извините за выражение. С чужим, я не знаю, в чужой монастырь со своим монастыром. Не нравится? Иди, пожалуйста, в другое место. Я считаю, мы должны защищать божественный порядок в своей церкви и не позволять никому вести себя бесчинно. Для этого есть группа порядка, и все не нравится. Я, наверное, речь идет о том, что если человек стоит, служит во время своего служения, начинает вот такие вот вещи говорить. Кстати, у нас вопрос был еще в прошлом эфире. Александр Боев спрашивал. Шалом из Донецка, пастор Алексей. Что вы думаете по Илею, которая течет из Библии и движения нового поколения в лице Андрея Тищенко, который активно это рекламирует? Ну вот сейчас бы привезли тебе такую Библию, ты что ли встал бы и выгнал его со сцены? У нас тут много разных было экспериментов. Ой, знаете что... Наверное, об этом речи. Смотрите, нет, я думал, что в вопросе звучит такая ситуация, что кто-то пришел и перебивает тебя во время служения. Ну, это хулиганство, конечно. А если вот прям пришел и что-то свое вдруг, а мы тут так не верим? Знаете что, если церковь зрелая, если церковь знает, кто она, в какого бога она верит, я думаю, что написано, всего испытывайте и хорошего держитесь. Я, например, ко всем этим золотой пыли, к перьям, ко всяким вот этим вот камням, которые... У нас же они были здесь... Да, ну, я человек верующий. Ну вот были люди, ну покажите мне. У меня всегда рациональные вопросы по отношению к этому. Я еще раз говорю, что я рационалист. Я за Евангелие, которое имеет сверхъестественное происхождение и практическое применение. Если идет, течет елей, что с этим елеем делать? Ну, продать его или помазать, если какие-то... Ну, целесообразность должна быть всегда в любом случае. К тому опыту, о котором вот Андрей Георгиевич имел в Америке, я не знаю, я никакого отношения... Я не в курсе, из какой Библии что течет. Для меня это непонятно, и я не знаю, что это такое. Позвоню, спрошу. Хорошо. У нас тут пришел вопрос... Кстати, друзья, мы также на Ютубе, и там тоже приходили вопросы. Тут один интересный вопрос. Мы живем в период последнего времени. Я два вопроса зачитаю, но они как бы на одну тему. Мы живем в период последнего времени. Так стоит ли того, чтобы мы тратили свои ресурсы на празднование 30-летия? И еще спрашивала у нас Ершова Светлана, скажите что-нибудь о восхищении церкви. Как скоро? Ну, вот, может быть, на эту тему порассуждаем. Скоро, очень скоро мы увидим, господа. Вместе с нами, поехали. Скоро. Скоро. Первый вопрос. Ну вот, мы живем в последнее время, и стоит ли тратить ресурсы на празднование 30-летия? Как зовут человека, который... А не знаю, вот это было на Ютубе, не знаю, кто спросил. Я знаешь, что сразу вспомнила? Когда мы сидели, общались с Родни Брауном в марте, когда он посетил вот это Ирловас, он рассказал, что когда он учился в школе в 60-х или 70-х, он вырос в очень верующей семье, и он сказал, все, я не буду ходить в школу. Иисус придет скоро. Потому что скоро Иисус придет, и он говорит, а сейчас мне, сколько, 60-х и... Старожевая башня, это кто это? Игоисты? Свидетели Иеговы? Свидетели Иеговы. Вот они, они спекулировали на этой теме, Иисус скоро придет, где-то в 1916 году, и все... И знаете, сколько они выиграли? Говорят, не надо работать, продавайте дома, скоро Христос придет. Ну, срубили где-то энное количество лямов. И потом второй раз это все было. Я считаю, что, конечно, скоро придет. Поэтому мы должны делать все, что нам Господь сказал, делать это качественно, делать это достойно, чтобы встретить Господа не с пустыми руками, а с большими плодами, чтобы Он сказал, хорошо, добрый и верный раб. Я, честно говоря, не понял, это ирония, что ли? Тридцатилетие не празднуют, скоро Христос придет. А вы свой день рождения празднуете? Зачем празднать, когда это последнее? Да, конечно, да. А не знаешь, я помню еще, как Родни Бравна... Я вообще не понимаю. Родни Бравна еще сказал тогда, говорит, потом, когда у него это уже все слетело, когда ему похожее говорят, он сказал, что, ну, типа, зачем это сейчас делать, мы уже все на небо пойдем. Он говорит, а что вы думаете, чем вы будете заниматься на небе? Ну, там, поклоняться, все. Ну, так давайте сейчас уже это... Потренируемся. Потренируемся. Вот. Ой, много-много задают вопросов. Ну, такое, конечно, все, я не хотела его поднимать, но люди пишут уже не один человек. Вы, друзья, простите, я не буду отдельно вас зачитывать. Такой поток идет просто вопрос. Ну, это про отношения христиан России и Украины. И вопрос был такого толка, если люди говорят, что они знают Бога, присутствие Бога, у них есть откровения и Дух Святой и так далее, это христиане. Почему вот этот жутчайший конфликт продолжается на почве вот этого российско-украинского вопроса? Это первое. И то же самое, почему все христиане верующие, они должны друг друга любить, а не обвиняют друг друга в том, что это они виноваты в том, что происходит. Друзья, простите, я ваш вопрос не отдельно зачитала, но как с этим быть? В данном случае... Нас смотрят и оттуда, и оттуда. В данном случае мы касаемся очень серьезной проблемы, которая будет еще, мне кажется, может, не один десяток лет иметь последствия. Ну, разве как раз-таки люди, которые христиане, люди, которые знают Бога, разве они не могут стать этим клеем? Не идеализируйте, не идеализируйте. Можно спросить, встречный вопрос, почему иудеи с самарянами не сообщались? Это был один народ. Иудеи – это южное государство, а Самария – северное или наоборот, это был один и тот же народ. Но иудеи не общались с самарянами, потому что произошло какое-то историческое событие, которое их раскололо и идеологически, и духовно. Я, например, вижу, что эта проблема взаимная. Я вижу, что в данном случае пропаганда государственная, она играет свою сумасшедшую роль. Ну, вот кто-то здесь пишет, а потому что россияне боятся преследования и гонений. А почему нет? Да, да, есть такой аспект, что попробуй только в России сказать, что ты защищаешь украинскую позицию, пропаганда и то, что сейчас там творится беспредел, как людей просто бьют, садят, уничтожают. Естественно, у людей такая позиция, а зачем страдать? И в то же время я понимаю, что украинцы, которые видят вот эти войска, видят вот это вот, это безумие, эту войну, у них своя точка зрения и своя правда. Я сейчас не становлюсь ни на чью сторону. Я просто вижу, что это какая-то обоюдная проблема, которая непридуманная. Она уходит корнями, может быть, в те сокровенные сферы жизни или сохранения. Признать, что факт агрессии Российской Федерации на территории Украины, то, что требуют украинцы, это вызовет, конечно, преследование, угрозы. И я не знаю, кто способен сегодня в России это, ну как бы, и пойти этим путем. Я не знаю. Но и в то же время факт, есть факт, пропаганда загнала этот клин, и только смелые, сильные, зрелые люди могли бы просто говорить правду. Ну вот Владимир Федощук говорит, ну а почему пропаганда сильнее слышание Духа Святого? Не вопрос, не сильнее Духа Святого. Наши родители, как ее зовут, этого парня? Сейчас он куда-то у меня, Владимир. Владимир. Почему? Поколение наших отцов готовы были страдать за Иисуса Христа. Сегодня спроси, собери, пожалуйста, всех вот служителей и спроси, готовы ли вы согласиться страдать за Христа во имя правды? И ты все поймешь. Никто сегодня не собирается страдать. Сегодня готовы намного легче пойти на сотрудничество, но только, ну как бы, сохранить зону комфорта. К сожалению, к сожалению, этот факт остается сегодня фактом. И очень много дискуссий и споров, когда мы сегодня видим эту дискуссию, этот разговор, разговоры ведущих лидерах, епископов, которые боятся в стране сказать что-то негативное в адрес власти. Я считаю, это большой минус и это большой недостаток. Кто-то должен возвышать голос за истину и за правду. Мы в Латвии живем. Извините, если нам не нравятся принятые законы, мы об этом говорим вслух, открыто, и мы свою позицию в обществе формируем и говорим, нам это не нравится. Ну вот вышли люди в субботу прошлую в Москве сказать, что им не нравится. Да. И что? Молодцы. История отметит, что это смелые люди и бескомпромиссные, и Бог будет каждого судить. А когда люди трусливые, когда люди отмалчиваются и позволяют этой власти просто творить бесчинство и беспредел, горит миллион гектаров леса, и тушить пожар, это экономически невыгодно. Когда я вчера эти новости слышал, ну хоть кто-то, кроме отдельной женщины там где-то в Госдуме, ну кто-то может об этом голос поднять и сказать, давайте молиться, чтобы хоть была какая-то проблема. Меня что удивляет? Люди себя ведут так, как будто все окей. Ну что, нельзя сказать, почему там в Америке, когда горят леса, говорят, давайте молиться хотя бы. Я с удовольствием бы сегодня принял какую-то, ну я не знаю, какую-то информацию, пастор Алексей, вы там в Риге, помолитесь. Миллион гектаров, говорят, люди задыхаются. Я вообще ничего не слышу. И считаю, что это неправильно. Вот смотри, люди слушают, и кто-то поддерживает, кто-то, может быть, смотрит и злится, или что-то еще. Вот что ты посоветуешь людям, которые сейчас вот тебя смотрят и будут смотреть эфир, когда они, например, не имеют какой-то там позиции авторитетной, скажем, он не пастор, он там, но он нормальный гражданин страны, и он тоже сердце у него болит за то, чтобы этот раскол, если возвращаться к России, Украине. Какие практические действия люди могут делать? Я считаю. Я уверена, что люди молятся. Вот, друзья, напишите, кто молится. Я уверена, что есть люди, которые молятся за этот вопрос и постятся и так далее. А что практически ты бы посоветовал, не то, что посоветовал, а что ты думаешь, как их можно поддержать? Я считаю, что здесь не должно быть религиозных спекуляций и манипуляций. Это особенно тем, которые, просто я не видела, но я слышала очень много, сколько в Фейсбуке, везде прямо целых там переписок таких ненавистных друг к другу говорят служители. Я понимаю. Ну вот что ты смотришь? Я считаю, что здесь исцеление или восстановление добрых отношений может привести только честный разговор. Когда люди и со стороны России должны признать, пасторы, лидеры, что со стороны их правительства было нарушение каких-то норм, тогда это хоть в какой-то мере может исцелить сознание служителей Украины. А когда с этой стороны начисто отрицается этот факт, ну это просто, как сказать, оно только усугубляет эти вот эти вот проблемы. Мы здесь, извините, пожалуйста, когда здесь проводили свои конференции «Слово жизни», мы каялись за латвийское правительство, за то, что здесь только было уничтожено евреев. А сегодня со стороны России никто не хочет каяться вообще за какое-то преступление. Даже вы что делаете? Именно отказ признать, что это вообще не проклинание правительства. Вы выбрали правительство, вы вправе требовать от правительства нормальной работы. А когда тебе даже рот закрывают и говорят, что нельзя даже что-то минус сказать, ребят, так куда это годится? То есть ты советуешь людям поднимать голос? Каким способом? Я считаю, смотрите, я считаю, первое, это мы должны хотя бы сесть за стол и по-честному назвать вещи своими именами. Это номер один. Не просто укрываться, а говорить, да, давайте молиться. Если Господь призывает нас молиться за начальствующих и властей, мы должны знать, начальствующие власти болеют или не болеют, нарушают правила или нарушают. Прежде чем мне молиться за начальствующих и властей, я должен знать, какие у них проблемы. Были цари, которые делали угодное Богу, были цари, которые делали неугодное Богу. И в зависимости от этого позиция церкви или священства, она и выстраивалась. Или они благословляли, потому что были справедливые решения, либо они молились Господь, восстань и разберись с ним. Вот и все. Поэтому я считаю, первый, вы знаете, уличные протесты, это хорошо, но я считаю, это уже какой-то, я не знаю, это уже безвыходная ситуация. Но первое, если мы верим, что Бог может все поменять, что Бог может вторгаться в эту ситуацию, то достаточно просто лидерам, встретившись даже в узком кругу, признать, что это взаимная беда, что это взаимная, не защищать правительство, которое делает зло, а хоть просто в узком кругу назвать вещи своими именами. Но в конце концов, это может восстановить взаимоотношения между той и другой стороны. И в кругу молиться, необязательно эту молитву прямо в эфир выводить, необязательно, но в конце концов, в миром управляют, извините, уж понеслась такая тема, миром управляют тайные сообщества, клубы различные, розенкрейцеры и там клубы, римские клубы. И вот эти люди, которые миром управляют, всей геополитикой, они вообще никогда не светятся. Они управляют, но не светятся. Мы что, не можем собраться вместе, без всяких камер, и просто скажем, давайте молиться о том, чтобы Бог исправил это правительство, чтобы и Бог исправил то правительство. И я считаю, что это будет начало, начало. Спасибо большое, Алексей, молодец, 100%. Спасибо большое. А вот тут началась Россия, агрессор. Давайте вот это на своих страницах пишите. Мы не делаем эфир, чтобы поднимать здесь. Вот понимаешь, это такой же явный пример сейчас. Мы говорим о путях мира, а вот... А почему люди отказываются назвать, что он агрессор? Ну почему? Ну подожди. Поэтому и кричат оттуда. Когда мы... Когда же... Мы видим вашу технику, Мы видим ваши войска. Ну можно честно признаться. А получается, мы врем всему миру. Не, ну вот этот один комментарий, он же ничего не меняет. Это же просто провокация очередная, чтобы сейчас вот под нашими... До тех пор, пока лидеры российские не поймут это, и не скажут, да, это было, давайте будем молиться об этом. Почему нельзя это сказать? Не, можно. Так они и говорят. Они это и говорят. Он сказал это, сейчас ему кто-нибудь из Украины ответит и так далее. Хорошо, друзья. Говорят, что гениальный ответ был. И поэтому дай Бог, чтобы это было в конце эфира. У нас будет молитва, очень много просьб и молитвы. И, кстати, сразу кто-то написал, Алексей, пожалуйста, помолитесь. Германия, я извиняюсь, Германия в конце войны приносила покаяние за свое правительство. Я считаю, это самое главное, что Бог ждет сегодня и от одной страны, от другой, от третьей, четвертой. И церковь должна это понимать. Конечно, вот Анна пишет, сто процентов, давайте признаем. Конечно. Что есть, за что каяться, ведь это правда, только духовно правильные действия могут изменить эту ситуацию. А другими словами по-другому не сделаешь. Кто-то, сейчас я прочитаю, было. Спасибо, пастор, нужно поднимать правду. И хочу прям прочитать. Друзья, у нас осталось буквально 10 минут до конца нашего... Да ладно? Ну, уже, уже, да, почти два часа мы общаемся. Ой, ну что-то не могу... А, Марина Крутенко пишет, эх, Алексей, спасибо, елей прям на украинскую душу, налей, налей. Смеется. Ну, молодец. Подставляй. Это чувство юмора. Ну, 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 там уже все пошло, молимся за мир. Также говорит, Алексей, хорошо, помолитесь за наши леса, чтобы не горели. Вот так вот, видите, как на диалоге, можно же... Я прочитаю вопрос Оле Бучкова спрашивала и на Инстаграме, и она просила еще раз совсем на другую тему, более личный вопрос. Но, может быть, кому-то тоже это отзовется, раз этот вопрос девушка с усилием говорит, мне нужен ответ. Вопрос. Ситуация такая. Когда я была подростком, мы снимали квартиру у молодой девушки, мы с ней дружили. Она любила гадать на картах и часто мне гадала. И сказала такие вещи, что поздно выйду замуж. Сейчас мне 25, и я часто вспоминаю ее слова. Так как не вижу для себя потенциального мужа в нашей церкви. Девушка, это не ваша единственная боль. Это боль, просто ты. Ты не одинока во вселенной. Вот. И есть страх, что данные слова сбудутся, как освободиться от этого страха и жить свободно. По вере твоей, девушка, да будет тебе. Чьим словам поверишь ты? Я буду верить. Слово Господа. Какая-то тетка на картах нагадала. Да мало ли что она там нагадала. Я умоляю. Короче, ты в фитнес ходишь? Ты за собой следишь? Ты Богу молишься? Ты питаешься нормально? Если это все делаешь, ты выйдешь замуж, и у тебя будет вот такой мужик, который тебя на руках будет носить и стихи тебе писать. Вот уверуй в это слово больше, чем вот этой гадалки. И все. Я разрушаю всякий негативный страх. Этот вот страх, одиночество и так далее. Угомонись, успокойся. Твоя судьба не в руках этой гадалки, а в руках Господа. Ну, кстати, вопрос. Вот он же такой же вытрепещущий. Девушки, у нас много девушек в нашем вообще пространстве, как говорится. У нас женщин процентуально больше, чем мужчин. В церкви это такая же, как это слово вылетело, такая же ситуация. И вот это же факт, что очень многие женщины, и девушки, и женщины взрослые, не видят они потенциальных мужчин в церкви. Ну, особенно, когда еще девушка говорит, не ниже мэра, у меня будет муж не ниже мэра. Они слушают Алексея Ледяева. Или губернатора. Ну, потому что они слушают Алексея Ледяева, который говорит, царственное священство, мы должны быть там и там и там. Конечно. Вот они себя такие, только так, и что? Да, по вере твоей, да будет тебе. А вот ничего им не даются. Кстати, был еще вопрос про веру, а что делать, если вот молишься, молишься, а это не происходит. Это, типа, недостаток моей веры, или что? Давай вернемся к парням и девушкам. Это же, ну, кому отзывается, в комментариях напишите. Ну, ведь есть такой факт, вот момент такой. Подожди, в вопросе звучало что-то другое. Не вопрос остаться в одиночестве, а что именно вот это пророчество, а-ля, оно контролирует ее. И она, якобы, уже соглашается, как бы, на этот исход. Я просто говорю, что нет, нет. Нет, я сейчас просто продолжаю тему. У нас молодежи много смотрят, из Украины, России, из Америки. Да. И, ну, не факт, ну, это же факт, что парней в церкви меньше, чем женщин. А если они есть, то они благословенные братья, а вот, ну, не министры, да, как ты понимаешь. Я рекомендую, что если ты, сестра, приведешь в церковь десять парней, десятина твоя. Ах. Да, служить Господу надо, ловить рыбу надо, приводить людей ко спасению, и десятина твоя. Ну, я думаю, что многие вы, девушки и парни, услышали ответ на эти вопросы. Люди очень благодарят. Пошла сейчас, конечно, тема. Церковь разве может покаяться за правительство страны? Елена спрашивает. Конечно. Может, Алексей сказал, что может, и мне кажется... Даже пророк, он каялся безгрешно за преступления всего своего народа, говорит, мы в грехах покаемся, и в прахе, и пепле. Мы каялись, извини, за Латвию, раз в пятнадцать, что здесь столько евреев поубивали. И за оккупацию. И за оккупацию, да. О, Павел, я так и думала, что ты на эту тему среагируешь, но и у парней, и у девушек часто завышенный стандарт о себе. Спасибо. Анастасия, я так понимаю, это вы модерируете эфир. Спасибо, у вас очень хороший тандем с папой. Простите, если перепутала. Спасибо вам, на самом деле, очень хороший эфир. Да, вы перепутали, но даже не простите прощения. Анна, это Татьяна с вами в эфире. Спасибо за ваши комплименты. Очень, очень приятно. Дорогой брат, благословите мою семью, исцеление всех сверхжизней. Ксюша пишет. Давай, наверное, сейчас завершим у нас уже... Да? Какое сейчас у нас осталось? Скажите мне службу. Да? Десять минут. Вот. О, и еще давай перед молитвой возьмем такую важную, ну, вот такую... Ну, прямо сейчас не знаю, какую лучше задать. Но Зина Кравцов, она просто на протяжении всего эфира этот вопрос дублировала, поэтому, как по неустанности, американские проповедники много говорят о духе Изавели, что дух Изавели сильно действует сейчас. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что эта госпожа, она уже в гробу 15 раз перевернулась, когда очередная книга, посвященная ей, выходит. Мне кажется, слишком завышена роль Изавели. Лично для меня, во-первых, это политическая фигура, которая уничтожает пророческое помазание. А сегодня эта Изавель, она специалист на все случаи жизни. Лично, лично для меня, Библия говорит, очень ясно, что это женщина, которая противостояла пророческому помазанию в государстве. Это, во-первых, и в Новом Завете написано, что в церкви, где пророческое помазание было, и она это пророчество просто уничтожала. Вот и все. Это для меня лично, это альтернатива пророческому помазанию и на государственном уровне, и на церковном уровне. Моя точка зрения. Спасибо большое. Спасибо, что люди благодарят за ответы и начинают писать свои молитвенные просьбы, которые мы будем зачитывать. Хорошо, если бы можно сделать так, чтобы Алексей их видел здесь вот на экране как-то, если возможно, ну или с компьютером. Ну, спасибо, Анна. А такой вопрос задал, сейчас я скажу, Василий Немчинов, да? Вы задали очень хороший вопрос, один из любимых вопросов, когда Алексей интервьюирует кого-нибудь. Вопрос звучит очень просто. Алексей, что такое счастье? У меня обычно с счастьем связан еще один подвопрос. Что такое успех и что такое счастье? А ты помнишь, была предыдущая конференция или последняя, где Мадабука вообще сказала, что счастья нету? Кто это смотрел? Даже в Мадабуке иногда бывает нет счастья. Когда он был женат на первой своей жене, он был счастливый, а когда женился на молодой, он вдруг счастье потерял. Молодая, наверное, его, ну не знаю, лишила счастья или наоборот. И он вдруг вышел, говорит, счастья нету и только радость есть. Я верю, что счастье обязательно существует. Но Мадабука, я думаю, на 30-летие приедет счастливый. Вот уверен. А счастливимся. А счастливимся. Так вот, кто задал вопрос? Так, 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 чтобы... Василий. Да. Смотри, Василий, для меня лично это, как бы сказать, две стороны одной медали. Успех и счастье. Успех – это способность материализовать свою мечту. Успешный человек – это тот человек, который имел идею, план, и он осуществил эту идею и осуществил этот план. То есть успех – это способность реализовать свою мечту. А счастье – это способность наслаждаться своим успехом. По сути, если говорить про нашего Бога, а мы созданы по образу и подобию Божьему, наш Бог успешный. Почему? У него была идея. Да будет свет. И стал свет. И написано. Это уже успех. Слово стало плотью. Идея материализовалась. И он отошел в сторону и говорил, весьма хорошо. Он наслаждается своим успехом. И это и счастье. Так вот. Я заметил, что не все успешные люди счастливые. Потому что не всегда даже твой успех приносит тебе какое-то, ну, как бы, вот эти вот мгновения счастья. Но все счастливые – успешные. И я тебе желаю, чтобы ты был и… И вообще все мы были и успешные, и счастливые. Супер. Спасибо тебе большое. Очень благодарят наши публики, сегодня зрители. Вы потрясающие. И те, кто будут пересматривать эфир, тоже пишите комментарии. Мы их всех учтем. И хочу… Да, пишите ваши молитвенные просьбы. Сейчас мы перейдем к молитве. И благословения. И люди просят и про дома. Несчастные Мадабука. Я думаю, что он успешный и счастливый. Думаю, может, какие-то трудности перевода. За здоровье просят. И перед тем, как мы перейдем к молитве. И к тому, что вы пишете, хотим еще раз напомнить, что 22-24 ноября 2019 года мы отпразднуем 30-летие движения нового поколения. Мы приглашаем всех, кто является частью движения нового поколения. Мы приглашаем всех друзей. Мы приглашаем тех, которые когда-то были с нами. Но теперь вы перешли в свое собственное служение. Но вы когда-то были благословлены этим. И мы уже в начале эфира, кто только подключился, или в середину, вы можете сначала посмотреть. Мы рассказывали о планах, о том, что это будет. Еще раз хочу напомнить, что вскоре мы будем делиться уже процессом, который происходит. И нам правда-правда нужна ваша молитвенная поддержка. Это, безусловно, мы в это верим. И мы нуждаемся в вашей финансовой поддержке. Если когда-то какая-то кассета или мюзикл действительно повлияет на вашу жизнь. Принесло что-то совершенно радикально новое, свежее в вашу жизнь. Мы будем очень благодарны за вас и Богу, и вам лично. Если вы сможете эту благодарность и вот это ощущение вклада совершить в виде вашего пожертвования. И вот видите нашу строчку payments.nglv. Обязательно, когда будете жертвовать, пометьте, на какую статью вы хотели бы пожертвовать. Или это документальный фильм, который мы делаем. Мы о нем тоже подробно будем часто выходить в эфир и рассказывать. Или это музыкальный проект «Бездна-бездна». Или это, в общем, вся эта конференция. Или это эфир, который мы будем делать. Или это та книга, с которой мы начали сегодняшний выпуск. Мы будем очень благодарны. И, конечно же, никакой эфир не заменит вашего личного присутствия. Поэтому еще есть время. Мы что-то сегодня думали, да, полгода осталось или нет? Два месяца с половиной. Ну, три, да, пока. Ну, то есть время, оно такое, знаете, за ним угнаться будет. И поэтому у вас еще есть время запланировать ваш приезд. Мы вас очень радушно встретим. Солнце и жаркой погоды в ноябре в Латвии не обещаем. Но жара будет у нас там, в Олимпийском, где мы, кстати, впервые делаем нашу конференцию. Поэтому спасибо вам еще раз заранее. Спасибо за вашу активность. И сейчас вот у Алексея на экране как раз будут ваши просьбы, кто писал молитвенные. И я даже не знаю теперь тебе слова. В завершении этого эфира мне бы очень хотелось попросить, попросить каждого из вас об одной вещи. Не обязательно, чтобы наши мнения совпадали. Мы все разные. У нас у каждого свой опыт, свое понимание, свое видение, своя высота жизненного опыта. И даже если мое мнение не совпадает с твоим мнением, давайте уважать друг друга. Потому что зрелость заключается в том, чтобы с равным уважением относиться к тем, кто согласен с тобой, и даже к тем, кто с тобой не согласен. Потому что если ты признаешь чью-то правду, завтра кто-то признает твою правду. И если мы признаем и уважаем мнение друг друга, то мы способны эти мнения каким-то образом поменять. Но если ты категорически рубишь и не признаешь, то твой оппонент, он будет эту правду свою защищать, и ты ее в жизнь никогда не измеешь. Это такое правило жизни. Признанную правду можно изменить. Непризнанную правду или правду под чьё-то мнение, под каким-то ударом, изменить невозможно. Жизнь все поставит на свои места. Мое желание, чтобы этот мир наступил между украинским, христианским сообществом и российским, и блаженными миротворцами, это не манипуляция, это честность, это искренность, это правда. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Это такая сильная фраза. Спасать могут только те, кто сильный. Сильный, чтобы спасать. Сила заключается в том, что ты изрекаешь правду. Не та правда, которая внутри, а та правда, которая изречена. И понимаете, эта концепция, она сегодня нам может помочь. Я. Это индивидуальная ответственность за происходящее. Я. Изрекающий. Не надо молчать. Изрекай. Что изрекать? Не просто какой-то эмоции. Я. Изрекающий правду. Вот это есть начало спасения, исцеления, исправления любого общества. Я. Изрекающий. Правду. Сильный. Хочешь быть сильным? Возьми ответственность за себя и провозглашай Божью правду. А если ты будешь провозглашать Божью правду, ты будешь сильным. Для чего? Чтобы спасать. Вот пусть в завершении это будет как бы наша итоговая мысль, что не просто споры между людьми поврежденного ума, не просто столкновение разных мнений, не просто как жертвы пропаганды одно другое. Правда нас спасет. Правда, которая приходит от Господа. Поэтому ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Давайте поднимемся выше политических, национальных и культурных барьеров. И на самом деле мы как представители Царства Божьего претендуем на то, что все эти конфликтные ситуации однажды могут разрешиться, потому что наш Бог есть Бог мира. И Он сокрушит сатану под ногами нашими вскоре. Итак, мы зачитали сейчас ваши все просьбы, и мы сейчас будем молиться. Смотри, ты хочешь в общем... Конечно, конечно. Друзья, мы видим ваши просьбы, мы видим то, что вы хотите. Просто я зачитаю так в общем, чтобы у нас было. Сейчас тут пишет нам целая группа, сейчас смотрит нас в Лиготны. И смотрим вас. Спасибо огромное за эфир. Просим помолиться за большое палаточное служение, которое планируется 2-4 августа. Там у них, в Цессисе, и они сейчас прямо смотрят, и организаторы, и хотят тоже благословения. Также просят благословить на служение, чтобы создать церковь нового поколения в Швеции. Очень много просьб за то, чтобы Бог помог достроить дом или взять землю под дом, чтобы там был реабилитационный центр, или там открыть служение. И помолитесь, чтобы брату вернули деньги. Фирма восстановила... Финансовые проблемы. Истеление люди просят. И так далее. Да, друзья, мы все их прочитали. У Алексея на экране они сейчас есть. Поэтому во время молитвы, если что-то... Кроме этого, мы будем еще... У нас среда служения. Мы об этом будем молиться. У нас на наших служениях. Завтра у нас молитва тоже вечером. Это будет озвучено перед Господом. Много может усиленная молитва праведного. И еще написано, если двое или трое согласятся, будет им от Отца моего небесного. Давайте соединим наши сердца и будем молиться. Драгоценный Дух Святой, я благодарю Тебя за эту возможность иметь общение со святыми и праведными людьми. Я благодарю Тебя, Господь, за тех, кто неравнодушен сегодня по отношению к тому, что происходит вокруг нас. По-человечески многие из этих проблем неразрешимы. Но то, что невозможно человеком, возможно Тебе. Господь, мы обращаемся к Тебе, как к Богу, всех богов и царю всех царей. Ты видишь, Господь, этот конфликт, который дьявол разыграл между дружескими народами, братскими народами. Я прошу Тебя, найди, Господь, эти рецепты. Дай смелости лидерам, чтобы мы могли открыть правду, которая бы исцелила нас. Правду, которая бы дьявола посрамила, а прославила бы Твое великое имя. Пусть ложь, лукавство и пропаганда завершится. И пусть Твоя правда возвысится, Господь, на высоте. И пусть она победит всякую ложь. Абортируй все планы дьявола. И пусть, Господь, этот замысел дьявола, который он планировал, пусть он завершится. Посрами, Господь. У тебя есть ангелы. Ты творишь политические чудеса. Ты творишь геополитические чудеса. И я прошу, восстань, Господь, и рассеются все враги Твои. И все ложные боги исчезнут с лица земли. Посрами, Господь, всякое беззаконие. Пусть все нечестиво истребятся с этой земли оправедные. Пусть будут наследовать эту землю. Мы провозглашаем, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя на этой земле, как и на небе. Я благословляю всех, кто сегодня нас слышал, кто сегодня имел свои нужды. Господь, в своих семьях, в бизнесе, в своем здоровье, в своих церквах, кто перегорел, разочаровался. Дух Святой, я прошу, приди сейчас. И где бы люди ни находились, в офисах, или у себя дома, или где-то там в машинах, Господь, наполни прямо сейчас и злей от Духа Твоего на всякую плоть. И все, к чему Ты прикасаешься, пусть расцветет, пусть наполнится Твоей премудростью, Твоей славой и Твоим успехом. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты эти пустыни превращаешь в оазисы. Я благодарю Тебя, что ни одно оружие, сделанное против церкви Твоей, оно не будет успешно. Я прошу, верни в наши церкви пророческое помазание, и пусть голос правды Твоей звучит на самом высоком государственном уровне. Я прошу, дай мудрости лидерам российских церквей, дай мудрости лидерам украинских церквей найти этот обоюдный, честный диалог, без всяких манипуляций и спекуляций. Я прошу Тебя, пусть они почувствуют сердце друг друга, душу друг друга, и пусть эта нелепая, глупая война, религиозная война закончится. Потому что, Господь, мы, дети Твои, и Царство Твое пребывает в нас. Благодарю Тебя за это прекрасное время, которое мы провели в этом эфире. Ты видел наши сердца, и Ты знаешь, что одно желание только, чтобы Твое Царство утверждалось на этой земле. Мы благословляем грядущую конференцию. Я прошу Тебя, тех людей, которые имеют внутри любовь и уважение, и бремя молитвы, я прошу, подними армию ходатаев и заступников. Тех, кто может финансировать, я прошу Тебя, пусть финансовые потоки текут. Пусть это 30-летие будет праздник хвалы и благодарения Тебе, праздник поклонения за все, что Ты сделал в течение 30 лет. Устрой, возьми все под свой контроль, и все, что мы сейчас готовим, пусть это будет исполнено для славы Твоей и во имя Иисуса Христа. Амин. Ну что, за такой хорошей, чудесной ноте, спасибо тебе огромное за твои ответы, за твои настоящие честные эмоции, и за такой, просто пролетели два часа. Друзья, вы спрашивали, когда у нас будет следующий эфир, следите за новостями, сразу на странице Алексея, как мы определим, я думаю, что это будет тоже очень скоро, через неделю-полторы мы обязательно вам скажем, где и как что. Будет и делитесь этим эфиром, благословения вам, кто-то из вас уже, наверное, у вас глубокая ночь, у кого-то только день разгоняется, у нас тоже завершается понедельник, первый день этой недели. Спасибо за ваши комментарии, спасибо, что были с нами, все ваши сообщения, просьбы о молитве об истелении мы также передадим на завтрашнее служение. По средам у нас происходят молитвы о служении истелении, поэтому и пишите то, что Бог делает в вашей жизни. Будем на связи. Любим вас, благословляем, и до скорых встреч. Все. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok